Мой максимальный вес был 135 килограмм, и он никак не мешает мне заниматься сексом. Единственное, что я не люблю позу сверху, я в ней немножко стесняюсь. Мой максимальный вес был 126,5 килограмм, и в позиции сверху во время секса я боялась раздавить мужа, навредить ему, причинить боль. Наверное, из-за этого в том числе наш секс сошел на нет. У меня все классно в сексе, не понимаю женщин, которые считают, что у них проблемы в сексе из-за лишнего веса. Всем привет! С вами образовательное шоу «Нетайная» и я, Ольга Василенко, клинический психолог и сексолог. Мы сегодня говорим о сексе, когда у человека есть избыточный вес. Правда ли, что такие люди вообще не занимаются сексом? Они сталкиваются со сниженным либидо и отсутствием у них оргазма, отсутствием у них возбуждения. Кто-то мне писал в комментариях о том, что таким людям лень заниматься сексом. Правда ли, у них есть ограничения в позах? Все это разберем с нашими героинями. Если вы не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, а мы начинаем. Я вас рада приветствовать. Первый вопрос у меня к вам. Комфортно ли, если я буду говорить, лишний или избыточный вес? Да, вполне. Виолетта, комфортно? Да. Какой у вас был максимальный вес? Самый максимум? 135 килограмм. 26,5. Мне бы самый максимальный, конечно, не хотелось бы озвучивать. Но больше 120-130. А тебе не хотелось бы озвучивать почему? Тебе не комфортно просто это обсуждать? Не охота называть цифру какую-то конкретную. Он был больше 130, да. А рост при этом? Рост такой же, как сейчас. 164 сантиметра. 164 сантиметра и 135 это был максимум, да? 150. И 126 был максимум в килограммах? Рост 170. Расскажите, пожалуйста, ваш взгляд на секс людей с избыточным весом. Какой это секс? Как бы вы его охарактеризовали? Ксения? Даже когда тема передачи была озвучена, у меня было замечательство. В чем особенность? Почему именно так выделили? Потому что для меня какой-то особенности нет в этом. То есть мне кажется, он такой же, как у обычных людей. Ну, обычная оговорочка, да, такая. А что значит такой же? То есть с таким же количеством реакций, с оргазмом, с возбуждением, с желанием, с такими же позами? Да, да, да. Вот все, что вы перечислили, вот это вот все я подразумеваю. А у тебя, кстати, не было такого опыта, когда мужчины бы говорили тебе, что с тобой секс другой? Они говорили, но я не думаю, что это связано с лишним весом, это связано с какими-то моими эмоциональными характеристиками, или как это сказать правильно? Ну, говорят еще, знаете, что женщины с большим весом, они более раскованные, и объясняют это так, что глядя на такую женщину, ты уже видишь, какая она, и понимаешь, что если она разденется, она не уменьшится в объемах. И как будто бы такие женщины меньше переживают за свой внешний вид, когда они голые, и мужчины говорят тогда, они были раскрепощенные, они расслабленные, они не заморачиваются о своей внешности. Вот что вы об этом думаете? Не знаю, мне ни разу такого не приходилось слышать. Мне все-таки кажется, что это зависит от человека. Читала комментарии под выпуском, где я рассказала о своих домашних тренировках, и меня так удивило, как много людей занимаются спортом для того, чтобы просто быть худыми. Кто-то написал мне, что я недостаточно худая для человека, который так много тренируется. Но я не занимаюсь спортом для того, чтобы просто быть худой. Для этого можно было сесть на экстремальную нездоровую диету. Я же тренируюсь для своего здоровья. Вы знали, что по результатам исследований силовой тренинг снижает смертность на 17%, а если добавить к нему еще и кардио-тренировки, то уже на 40%. Я хочу долго жить и хочу быть здоровой, выносливой. И именно по этой причине я выбираю регулярные тренировки дома. Я отказалась от этой концепции, где тренировки в сочетании с вредной диетой используются только ради похудения. И выбрала для себя питание по методу гарвардской тарелки, а также регулярные силовые и кардио-тренировки дома 3-4 раза в неделю. Все это ради своего здорового, а не просто худого тела. А уже вместе с этим ко мне пришли подтянутые красивые ягодицы, красивые руки, пресс и тело без целлюлита. Кстати, если вы наоборот очень худой от природы человек, вам тяжело набрать мышечную массу, то с FitStars вы тоже можете начать тренироваться регулярно и улучшать свое здоровье. Для этого не обязательно идти в зал. Нет ничего лучше регулярных тренировок и здорового питания. У меня тоже внутри звучал такой, знаете, голос лени, который все время заставлял меня откладывать на потом. Который говорит, что недостаточно времени, сейчас это не важно, можно начать потом, не хватает денег, ну и прочее-прочее. Если у вас тоже есть такой голос, перестаньте его слушать и начните уже тренироваться. Вот сколько раз вы можете прямо сейчас отжаться от пола со стоп? А сколько раз присесть? Как долго вы можете во время секса сохранять выносливость и наслаждаться ощущениями в приятной новой позе, не думая о том, что вы вот-вот рухнете на партнера от усталости? Здоровье и выносливость у вас под рукой прямо сейчас. Я тренируюсь дома с FitStars. У них почти 2000 разнообразных тренировок по 125 программам. Когда мне хочется силового тренинга, я нажимаю на вкладку «Силовые» и выбираю интересную мне тренировку. Сейчас, например, мне нравится программа «Идеальные ягодицы». Для кардио я предпочитаю зумбу, а для расслабления – йогу или пилатес. В тренировках на FitStars очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений. Также на платформе есть раздел «Питание» с рецептами и расчетом калорий. Переходите по ссылке в описании к этому видео, вводите промокод «Василенко» и получайте 70% скидку на безлимитную подписку. Подписка будет стоить всего 6 990 рублей. Также у FitStars есть беспроцентная рассрочка и регулярные акции. В этом месяце вы можете выиграть путевку в Турцию на 10 ночей. Все, что для этого нужно – регулярно тренироваться и выполнять условия акции. С FitStars вам нужно всего 6 990 рублей и 20-30 минут на тренировку. А тренировки могут быть всего несколько раз в неделю. И вы уже улучшите свое здоровье, свое тело и качество своего секса. Переходите по ссылке в описании к этому видео. Не забывайте вводить промокод «Василенко». Ну и смотрите выпуск дальше. Наталья, твое отношение к сексу с избыточным весом. Вот какой он, как бы ты его характеризовала? Что точно я скажу, это в любом весе секс есть. А дальше все зависит от партнеров. То есть насколько они готовы экспериментировать, насколько у них желание в этот момент возникает. Я не вижу разницы между тем, человек там весит 160 килограмм или он весит 60 килограмм. То есть если он захочет, секс будет. Если он не захочет, и в 60 килограмм его тоже не будет. И точно так же и в более меньшем весе людей и разные заболевания, и разные недомогания преследуют. Поэтому я ничего не вижу такого, что люди и с большим весом занимаются. Для меня это так же, как сказать, что молодежь не должна заниматься сексом, что у старых людей, у пожилых людей нет секса. Или что инвалиды не должны заниматься сексом, потому что они отличаются от условных людей нормы. Поэтому секс может быть прекрасен, когда партнер оба в большом весе. Мы с мужем были в такой ситуации. Он весил 100 килограмм, я весила 125 очень долгое время. И у нас был секс по обоюдному согласию, когда возникало желание. Либидо, конечно, было у меня снижено. Этому еще поспособствовал гипотиреоз. Потом его компенсировали. И сейчас я сбросила вес. То есть у меня есть сравнение секс. То есть мы с мужем уже 19 лет почти вместе. И у меня есть сравнение, когда я весила 50 килограмм, когда я весила 125 килограмм, и сейчас, когда я 89 вешу. Расскажи про эту разницу. Вот ты весила 50 килограмм, потом стала набирать вес. Как быстро это стало происходить? 50 килограмм я весила, когда мы только с ним начали встречаться. Там была страсть, там был конфетный букетный период. Поэтому все было прекрасно. Там было немножко стеснение, потому что мы друг у друга первые партнеры половые. Поэтому у нас были такие некоторые где-то огрешности. То есть мы не понимали, как, что делать. Потом я начала после родов уже набирать вес, после первых родов. И когда мы переехали на север, у меня случилась депрессия. И я за два месяца набрала вес 65 до 90 килограмм. Сама при этом ничего не замечала, не красилась, никуда не выходила. Носила одну и ту же одежду, которая по размеру в разных направлениях растягивалась. Поэтому когда я уже стала на весы, смотрю, 90, потом вторые роды произошли. То есть и вес еще больше стал набираться. После вторых родов мне удалось скинуть до 80 обратно, вернуться. Но так как свою причину лишний вес я не проработала, то он сразу вернулся, естественно, обратно к 90 килограмм. И как-то что-то потом все начало все больше и больше набираться. И опомнилась я уже, когда весила в районе 126. То есть все это было как в тумане много лет. Мне стало неинтересно жить, наверное, просто. То есть я думала, что уже все, ничего не вернется обратно. Что я так и буду дальше в большом достаточно для меня весе. Из-за этого снизилась очень сильно либидо. У нас стали происходить какие-то недопонимания с супругом. То есть ему хотелось заниматься сексом. Он воспринимает меня как девушку в любом весе. Ну, опять же, у меня были какие-то свои психологические проблемы внутренние. Что я не хотела им заниматься. Даже не столько, что я была недовольна своим внешним видом каким-то. Что складочки, что грудь где-то обвисает. Что полные ноги стали образовываться. Пигментные пятна. Запах, естественно, появился тоже. Не очень приятный для меня был в первую очередь. И поэтому мне-то казалось, что мой супруг все это так же, как и я, воспринимает остро. И он просто себя пересиливает, чтобы исполнить супружеский долг. А он на самом деле хотел секса искренне? Он хотел секса. И все дело в том, что мы с ним практически не разговаривали раньше об этом. То есть для нас это было так, как мы друг у друга первые партнеры, единственные партнеры. И очень долго в браке. Трое детей. То есть не всегда даже были силы себя обслужить вечером. А уж про то, что сексом позаниматься, уже речи тоже не было. И потом мы начали, вот, наверное, даже после просмотра ваших уже передач, я подумала, о, человек очень легко разговаривает о сексе. И я думаю, почему бы тоже не попробовать. И мы стали очень много общаться с ним, обсуждать. Ему очень хотелось, оказывается, пообсуждать все. Я у него поспрашивала, беспокоило ли его то, что беспокоило меня, когда я была полной. Он сказал, что нет, что он беспокоился больше за мое здоровье, за то, что я себя дальше куда-то там загоняю в нездоровье свое. Получается, был не только избыточный вес, но еще и депрессия? То есть стоял официальный диагноз? Нет, официального диагноза не было, потому что тогда я не понимала, что это. И у нас было не принято обращаться к специалистам и к психологам. То есть я начала ходить к психологу с 2018 года, потом был психотерапевт, потом еще два психолога. Психиатры на осмотрах ничего не видели, никаких проблем. То есть я прихожу, ну такая, ну лишний вес, да, есть, улыбаюсь. Вот, а на самом деле, конечно, когда дома, все это было по-другому. Это было лежание на кровати, это суицидальные мысли, это нежелание жить иногда, ничего не радовало. То есть и потом, когда я уже начала сама в этом разбираться, так как я работаю с детьми с ОВЗ, я стала разбираться со всеми этими диагнозами. И, ну, сама себе поставила, понятно, я этот диагноз. Официально я никуда не ходила, и я начала работать. Но был еще и гипотиреоз. У меня был аутоиммунный тиреоидит и тиреотоксикоз. То есть у меня в какой-то момент, когда мы переехали на север, у меня случилась депрессия, и все это подтолкнуло мой организм к тому, что я за собой перестала следить, чем-то заниматься. Своими любимыми делами. У меня никого не было рядом. Поддержки, друзей. Муж с утра до ночи был на службе. Я была одна с ребенком в маленьком общежитии. После Казахстана, где мы жили 20 лет, да, и было плюс 60 на улице, стало вдруг плюс 10, и минус 40, там, минус 30 зимой. Все это уныние привело к такому депрессивному состоянию у меня. Я просто, знаешь, спрашиваю, потому что можно подумать, что проблемы с сексом были связаны с весом. Но фактически мы имеем еще депрессию, что тоже влияет и на желание, и на возбуждение, и на возможность испытывать оргазм в том числе. И мы имеем сложности со щитовидной железой, что тоже, в свою очередь, может влиять на все сексуальные реакции. С какими проблемами в сексуальном плане ты столкнулась, когда вес стал прибавляться? Снизилась ли либидо? Возникли ли сложности, например, с возбуждением, с оргазмом, с получением удовольствия во время секса? Либидо точно снизилось. Я ничего вообще не хотела порой. Это было не связано абсолютно с мужем. То есть я смотрела, понятно, порнографические фильмы, какие-то там картинки иногда попадались. То есть когда я была в более меньшем весе, меня это возбуждало. А когда я стала набирать вес, ну, я посмотрела, ну, отлично, ну, кто-то занимается чем-то и занимается. Ну, картинки и картинки. То есть я стала как-то более спокойно к этому относиться. И в конце концов в максимальном весе, да, меня это совершенно перестало привлекать. Ты все-таки связываешь это больше с весом или с твоим общим состоянием, с твоей депрессией, с твоими проблемами со щитовидной железой? Раньше я бы сказала, что это вес. Но после того, как я начала в этом копаться и разбираться, в себе в первую очередь, я поняла, что все-таки все это в совокупности, конечно же, привело к моим трудностям, которые я имела в максимальном весе. И с мужем, получается, тоже были сложности с желанием и возбуждением? Ну, муж, на нем это сразу все отразилось, на нашем интиме, на наших взаимоотношениях, в принципе, не только половых. И он был очень недоволен. В какие-то моменты он... Один раз он мне сказал, что я толстозадая корова. Он думал, что критикой он меня попытается стимулировать к тому, чтобы я начала сбрасывать вес. Ну и прошло, наверное, после этого лет 10 уже, когда я сама пришла к тому, что лишний вес мне мешает, мне стало некомфортно. И в какой-то момент я себя спросила, что должно еще произойти в моей жизни, чтобы я его сбросила, чтобы я начала сбрасывать вес, чтобы начала возвращать свое здоровье. Потому что иметь в 35 лет кучу заболеваний и болей в бедре, в колене, головных болей и неудовлетворительное психосоматическое состояние, я поняла, что дальше уже нельзя все. Дальше либо я себя уже к смерти готовлю потихонечку, либо я разбираюсь в этом и начинаю возвращать себе свою жизнь. Насколько уменьшилось количество секса в сравнении с временем, когда вес был меньше? Когда я весила 50 килограмм, 50-55. Секс был регулярный, это был один раз в день точно. Потом постепенно с набором веса он стал уменьшаться, то есть 2-3 раза в неделю. И когда у меня был максимальный вес, это дошло до одного раза в три месяца. Это ты не хотела и отказывалась от секса? Или партнер тоже не проявлял инициативу? Да, я отказывалась от секса. Это было не связано абсолютно с тем, как я себя ощущала, как выглядело мое тело. Это было связано с тем, что у меня просто не было желания и не было влечения. То есть, ну вообще. Может быть, конечно, это сказывается, что мы столько лет в браке уже с супругом. Но порой я смотрю на более взрослых людей, и у них есть все эти обнимашки, хождение за ручки. Я думаю, что и секс у них, в принципе, тоже есть. Поэтому вот все это исходило от меня инициатива всегда, что я старалась от него как-то отодвинуться, отгородиться, спать под разными одеялами, на разных кроватях иногда спать. Плюс дети маленькие, естественно, они тоже все время с мамочкой хотели спать. Вот. Ну и таким образом так получилось, что интимная жизнь у нас сошла практически на нет. Но муж при этом очень сильно хотел. То есть, получается, это не так, что ты стеснялась своего тела и поэтому от него отстранялась. А это именно нежелание заниматься сексом приводило к тому, что ты искала возможности его избежать. Правильно я поняла? Да, да, да. А что он говорил тебе об этом? Вот именно о сексе? Постоянно был недоволен. Тем, что... Ну, его отсутствием он был недоволен. Вот. Потому что он считает, что секс должен быть всегда, вне зависимости от того, сколько мы весим, сколько нам лет. То есть, пока есть желание, нужно им заниматься. У него достаточно высокий тестостерон по анализам, поэтому у него с половым влечением все в порядке. Вот. Я ему предлагала найти полового партнера, схожего по темпераменту, потому что, когда я разберусь со своим лишним весом, я не знала. Ограничивать его тоже постоянно, я понимала, что это тоже неправильно, что он страдает из-за моего нежелания заниматься сексом. Ну, в конце концов, я говорю, все это привело к тому, что вот в прошлом году что-то щелкнуло в голове, и я начала свой путь к налаживанию своей жизни, в том числе в интимном плане. Ты сказала, что смотрела выпуски, что вы начали говорить о сексе. А это произошло после того, как ты начала смотреть выпуски на Ютьюбе, или ты подписалась на мои социальные сети, какие-то другие? Я случайно увидела в рекомендованном выпуск на твоем канале. Вот. Посмотрела его, и что-то я думаю, как можно так откровенно вообще говорить о сексе? Когда герои не стесняются, когда есть специалист, который открыто об этом говорит, не там где-то в кабинете сидит и там фиксирует только какие-то свои наблюдения. Вот. Я поняла, что, в принципе, об этом можно говорить, а потом я поняла, что нужно об этом говорить, потому что все вот эти конфликты, которые у нас в семье происходили, произошли от того, что мы не умели говорить. То есть я молча отстранялась, я молча убегала от мужа, там засыпала раньше и так далее, а он просто разлился, высказывал недовольство. То есть а просто сесть поговорить об этом, на эту запретную тему, у нас такого не было. Вот. А потом, когда я посмотрела выпуски, потом нашла телеграм-канал, где есть короткие видео, где есть чат, какие-то заметки выкладываются. Вот. И мы начали разговаривать очень много. Я стала общаться со своими детьми спокойно об этом, потому что у меня старшему уже 18 будет, дочке у меня 11. И я думаю, что им тоже хотелось бы поговорить об этом. У меня такого общения с родителями не было, откровенного. Я не знала, что такое менструация. Я не знала, что нужно предохраняться во время секса, чтобы не забеременеть. Что нужно использовать средства контрацепции и защиты для того, чтобы не заболеть. Твои выпуски в том числе помогли преодолеть какой-то барьер вот в общении. Потому что для нас, конечно, детей Советского Союза и Советского воспитания эти темы были всегда под запретом, и поэтому их не поднимали. То есть нам прививалось, что это просто исполнение супружеского долга. И это действительно воспринималось как долг. То есть пойти отработать. И вы стали с мужем открыто говорить о сексе. Ты рассказала про свои переживания, когда был вес больше. Рассказала ли ты ему про то, что избегала секса из-за того, что был вес и не хотела на этом фоне заниматься сексом? Да, мы с ним поговорили не один раз на эту тему. Он стал более спокойно относиться к этому. Еще присутствуют небольшие недовольства, потому что он не готов столько времени ждать, когда у меня все вернется обратно. Повысится либидо, когда гормоны войдут в норму. И ему приходится это раз за разом объяснять, но тем не менее он стал более спокойно это все воспринимать. Говорит о своих желаниях. То есть когда ему нужно поговорить со мной, он прям так и говорит. Давай с тобой поговорим, потому что ему это нужно. И несколько последних бесед мы с ним... Я у него спрашивала, то есть как он чувствовал себя, когда я ему постоянно отказывала, когда вот меня вот такие вот вещи беспокоили, как запах, то, что я его раздавить могу, то, что я могу ему что-нибудь сломать, что ему тяжело было заниматься. Или у меня там, допустим, в позиции мужчина, когда сзади, у меня начиналось водить бедро, болеть колено, руки, кисти болеть. Он все это слушал, что-то для него было шоком, потому что раньше мы не проговаривали такое в семье. Но начали сейчас разговаривать, то есть у нас были мысли о разводе, уже как неизбежном, потому что ему явно, по моим представлениям, нужен был другой партнер. Его не устраивало отсутствие секса, в первую очередь, и близости. Я его вообще не подпускала к себе. И погладить, и полежать вместе, пообниматься. То есть потому что я знала, что для него это как прелюдия к дальнейшему продолжению. А я не хотела продолжения, поэтому его всячески от себя отстраняла. Физически отодвигалась, могла какие-то вещи сказать неприятные ему. Знала, куда надавить, чтобы он от меня отстал. И я спокойненько отдохнула, легла спать. Сейчас все налаживается. Ксения, Виолетта, вот вы послушали Наталью. И что бы вы хотели ей сказать о ее истории, о ее пути? Может быть, есть какие-то вопросы? У меня вот твой вопрос. Как дети реагируют на разговоры о сексе? Сын поначалу стеснялся. То есть, ну, мам, ну, мам. Хотя я понимала, что я упустила этот момент, когда я должна была как мама с ним поговорить, объяснить ему, да, что бывает полюция, что мастурбация, это нормально, что возбуждение испытывать в его возрасте, подростковом, тоже нормально. Вот. И что он все это может делать, да, единственное, что я не приветствовала, чтобы это делалось открыто. То есть, пожалуйста, в своей комнате, в туалете. Сейчас он живет один, учится в техникуме, и сейчас он более стал спокойно к этому относиться. И я стала уважать его желание, если он не хочет говорить. То есть, у меня вот появилось какое-нибудь желание или мысль с ним поговорить, мне стало интересно. Он не готов, и он говорит прям, мам, я не хочу, мам, ну, давай не сейчас. И я стала уважать его желание и прекращать разговор. Вот дочка, раньше мы ей объясняли, у нее были вопросы, как, например, появляются дети. Я не знала, какие ответить. И мы придумывали с мужем такую историю, что вот соединяется клеточка мамы с клеточкой папы. Слава богу, дальше вопросов не было о том, как они соединяются, где, и почему ребенок оказался в животе. У меня первое было кесарево, поэтому я показала шрам, что вот оттуда выходят дети через разрез на животе, потому что я была не готова им объяснять о том, что половые пути, о том, что как выходит ребенок. Посмотрела я Олину передачу про секс, и я такая думаю, ну что вот, она продолжит мой путь, в конце концов. Того, что ранняя беременность, ранняя половая связь, не знаю, нелюбовь к себе и так далее. И я решила с ней поговорить о том, что бывают менструации, о том, что есть правила трусиков, о том, что грудь растет, это нормально, о том, что появляются волосы, происходят изменения. Сейчас мы с ней говорим, недавно вот шли, и я рассказываю, как появляются дети, что вот женская клетка, яйцеклетка выходит и встречается с мужской клеткой. Она говорит, со сперматозоидом, да? Я говорю, да, со сперматозоидом. Ну, я была рада, что она тоже этим стала интересоваться. Если у нее есть какие-то вопросы, она мне их задает. Вот с младшим сыном, ему три года, мы начали обсуждать правила трусиков. То есть он очень любил по возрасту побегать дома галышом, но сейчас я стала ему объяснять, да, что половые органы зачехляем в трусики, что их никто не может трогать, да, только с разрешением мамы, если это врач. В остальных случаях, да, всегда держим их в трусиках и никому ничего не показываем, не даем трогать, ни на что не соглашаемся, на конфетки, печеньки и так далее. Муж немножко еще все равно стесняется этих тем. Вот. Я, наверное, более продвинутая сейчас в этом плане в нашей семье, и мы стали спокойно эти темы обсуждать, не обходить их, не смущаться, ой, закрой глазки, когда целуются на экране. Вот. То есть, ну, целуются и целуются. И таким образом дети тоже начинают адекватно воспринимать всю информацию на тему секса, когда видят, что родители адекватные и спокойно об этом говорят. Я прям прослезилась тут сидя, слушала пока, потому что одно дело, когда говоришь как специалист и объясняешь это, а другое дело, когда своими глазами видишь результат своего труда и можешь со стороны посмотреть, как грамотно проговаривают все то, о чем ты говорила. Спасибо огромное. Я сейчас просто невероятное удовольствие испытала, пока наблюдала за вашим диалогом. Второй вопрос был? Да, второй вопрос был о том, что есть же другие пути, грубо говоря, скажем, снять напряжение мужчине. Почему не было найти возможности удовлетворить мужа как-то иначе? Если вот либидо низкое, кто-то не хочет, а кто-то хочет, есть разные пути. Угу. Снятие напряжения. Потому что ему именно хотел секса. То есть он не хотел, чтобы заниматься мастурбацией самостоятельно, он не хотел, чтобы я ему что-то делала. У нас был различный опыт сексуальных отношений, то есть и минет, и кунилингус и так далее, но у меня пропало желание полностью вообще и влечения к половому партнеру, и я ему не предлагала тоже эти способы. То есть когда он мне предлагал, ну я старалась от них тоже всячески отгородиться, потому что я просто знала, что дальше он захочет секса. Обязательно. Вот. Он снимал напряжение самостоятельно, старался, но он ждал от меня секса. То есть ему хотелось всегда продолжение банкета. А мне этого не хотелось, поэтому... Проще было все ограничено. Да, я не уделяла этому раньше такого внимания. То есть я не понимала, насколько ему нужно это все от меня получить, что он хочет не только секса, что мы могли просто пообниматься, полежать, и он таким образом мог снизить градус сексуального желания, что мы могли в ванне поваляться вместе, и это тоже снижало. Просто поговорить даже об этом, и это тоже помогло бы. Но все мы учимся, поэтому в конце концов это привело к тому, что мы начали общаться и начали все это проговаривать, что да, есть вот другие способы, и их можно тоже вообще-то использовать. Понятно. Ксения, у тебя были вопросы? Наталья очень правильную фразу сказала, нужно все обсуждать, нужно все проговаривать, потому что мы можем себе надумать просто настолько лишнего, чего наш партнер, он даже и в жизни никогда об этом не рассуждал, и не думал, и не мыслил, а мы уже себе там построили невероятное что-то. Вот я себе это возьму, это буду всегда помнить, что нужно всегда все обсуждать. Да, потому что на реальном живом примере можно увидеть, что на самом деле у партнера был другой взгляд, и он вообще-то хотел, и не думал вот так, как предполагалось. Мы правда сами иногда этого не замечаем, как что-то решили за партнера, уже делаем что-то, исходя из этого мнения, а у него не спросили, а его мнение может быть вообще другим. Или знаете, когда партнер что-то сделал, ты додумала, из-за чего он это сделал, уже обиделась на него, а он это сделал вообще по другой причине, а тебе даже в голову не пришло, что вот причина была вот такой на самом деле. Виолетта, расскажи, как бы ты охарактеризовала секс человека с большим весом? Ну, на самом деле, если брать изначально, вообще, когда моя половая жизнь началась, я тогда тоже думала, что, наверное, это будут какие-то ограничения, что это будет мешать, смущать и так далее. Наверное, по первости так, наверное, и было, что какие-то все равно были стеснения в плане себя, мысли о том, что вот как это выглядит, достаточно ли там человек комфортный и так далее. Вот, но в итоге с опытом пришло и понимание ощущения себя другое. Но я опять же думаю, что еще и от партнеров зависит во многом о том, какие у вас взаимоотношения внутри. Если вот есть доверие, понимание и проговаривание, как уже это неоднократно прозвучало здесь, то в целом восприятие себя оно тоже становится другим. Ну, то есть напрямую знаешь то, что партнер думает и ты уже по-другому тоже это ощущаешь. У тебя были сложности с поиском партнера, со знакомствами? Говорили ли тебе, что нет, я не буду с тобой строить отношения из-за веса? Скорее я говорила, что я не буду ни с кем строить отношения, потому что у меня после первых взаимоотношений такой какой-то сбой в психике, наверное, случился. Очень долго никому ничего не чувствовала именно в романтическом плане. И у меня скорее партнеры на тот период жизни были вот конкретно для снятия напряжения, вот так скажем. Для секса? Да. Понятное дело, что кому-то понравится полный человек, кому-то нет. Я это адекватно осознаю, поэтому напрямую поговорили, да-да, нет-нет, и как бы решили этот вопрос. Если все у всех устроило, встретились, получили удовольствие и разошлись, грубо говоря. А ты встречала таких мужчин, которые бы целенаправленно искали женщин с большим весом, чтобы вот им это нравилось? На самом деле, вот, бывают такие объявления, видела такие. Я не знаю, им просто, наверное, пухлых хочется, но в целом, да, я встречала такие объявления, даже общалась с такими. Не всегда встречалась. Вот, но да. А было ли такое в твоей жизни, что когда вы уже доходили до секса, партнер говорил, что его ожидания не совпали с реальностью? Никогда такого не было, даже удивительно, потому что я предполагала, что такое может случиться, что может что-то пойти не так, и была готова к любому исходу событий, но ни разу такого не было. Да, потому что я часто слышу просто от разных людей, что, наверное, есть переживания, когда есть избыточный вес, что вдруг окажется, что человек увидит что-то другое, и это приведет к какой-то дискомфортной ситуации. Хотя в жизни я, честно, ни разу такую историю не слышала, ни разу не встречала. То есть я только слышала чьи-то фантазии об этом. Как ты поняла, что готова строить отношения? Не было такого, что я поняла, что хочу строить отношения. На самом деле, в какой-то момент мне нужно было понять, смогу ли я с мужчиной. Будет ли мне комфортно, приятно. И был молодой человек, с которым мы достаточно долго знакомы и находились в дружеских отношениях. Я знала, что у него есть чувства ко мне. Решила поспользоваться этим. Я просто доверяла ему на самом деле и понимала, что если в какой-то момент я скажу, что я не готова, это все прекратится. И у нас случилась встреча, на которой произошел секс. Меня все устроило. Я такая думаю, ну, значит, можно что-то дальше думать. Но на самом деле к мужчинам у меня романтических чувств как таковых до моего нынешнего молодого человека не было. То есть это было просто удовлетворение потребностей. А с точки зрения ощущений? Удовольствие, оно всегда удовольствие. То есть это же окончательный итог процесса снятия напряжения, оргазм. И оргазм, он всегда приносит удовольствие, независимо от того, каким образом ты его получаешь. То есть с мужчиной первый раз попробовав, у тебя был оргазм? Да. Да. Все прошло очень хорошо. На самом деле, я даже не ожидала, что так получится. Интересно. Спасибо большое, что поделилась. Ксения, были ли у тебя сложности с поиском партнера? Нет, таких сложностей не было. С последним партнером мы познакомились за один день. То есть я чисто для какого-то развлечения выставила анкету на сайт знакомств. Он там через 15 минут написал, и все. Я тут же анкету удалила, он позвонил. Я даже к нему переезжала в Москву на полгода. Я прекрасно понимаю, как Виолетта сказала. То есть кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь. То есть кому нравлюсь, они подходят, знакомятся. Дальше я уже выбираю, с кем мне общаться, с кем мне общаться. Кому я не нравлюсь, ну, окей. Я думаю, вы понимаете, почему я задаю этот вопрос. Потому что очень часто говорят о том, что прибавишь вес, ну и все. Секса не будет, отношений не будет, никому не нужна, никто на тебя не посмотрит. Как будто все должны быть одинаковыми. Вот одни параметры, вышло за эти параметры, все, жизнь разрушена. Поэтому всегда интересно послушать чей-то опыт, кто в такой позиции. У тебя вес всегда был... Ну, выше, да, чем нужно. Да, то есть у тебя нет возможности сравнить, например, секс в весе меньше и больше. Да, такой нет возможности. И у тебя, Виолетта, тоже? Или есть? Наверное, нет. Я всегда была крупная, то есть с самого детства, с садика. Я знаю, что есть мужчина, ради которого ты была бы готова похудеть. Расскажи про эту историю. Да, есть такой мужчина. Конечно, можно было бы снизить вес, но я не думаю, что это что-то поменяет прям в нашей игре, так скажем, да, чтобы строить отношения. То есть я просто думаю, что... Ну, он воспринимает меня как друга. Сейчас я действительно сбрасываю лишний вес, но совершенно по другим причинам. То есть, посмотри, получается, что у тебя не было мысли о том, что если ты сбросишь вес, то он обратит на тебя внимание. Я осознаю, отдаю себе отчет, что если бы это было возможно, мы бы это проговорили. Просто достаточно долго мы уже общаемся, чтобы это все обсудить. Ты спрашивала у него о том, что если вес был бы другим, и ты похудела, хотел бы он с тобой отношения? Ну, знаешь, давно, очень-очень давно, когда мы только познакомились, ну, такой разговор у нас был, да. И что он ответил? Ну, да, такое возможно. А как давно это было? Лет 15 назад. А как ты вообще считаешь, вот худеть ради мужчины, это хорошо, или все-таки снижать вес лучше для себя? Однозначно для себя, потому что просто ты можешь похудеть, а он может сказать, да, но все равно у тебя голова большая, или там какая-нибудь рука большая, нога, размер ноги не тот. И так вот, получается, и пойдет дальше. То есть, вот этот вот мэч, он либо да, либо нет. А вы когда-нибудь худели ради мужчины? Был такой опыт? Никогда не было такого опыта. Ага, Наташа? Нет. Никогда. Я тоже не помню у себя такого опыта, чтобы я худела ради мужчины. Для себя скорее, да, для того, чтобы самой себе нравится. Действительно, такое есть. Кстати, как вы относитесь к тому, чтобы хотеть худеть, для того, чтобы видеть красивую картинку? Или вы все-таки за позицию, когда нужно учиться принимать и любить себя в любом весе, в любом виде? Что вам ближе? Или какой-то промежуточный вариант, может быть? Ну, наверное, промежуточный вариант. То есть, картинку хочется, и в то же время ты понимаешь, что очень много худых девушек, которые сами себе не нравятся, и они постоянно в каких-то гонке, в какой-то... В загонах. Да, в загонах, да, точно. И плюс, ты уже сейчас такой, так ты все равно должен себя любить. Ну, как? Ты же любишь себя, это никак не изменится. Угу. Наташа? Я могу сказать, что мне литература какая-то определенная. Конечно. Когда я весила 125 килограмм, попалась мне психолог в рекомендациях, и она порекомендовала книжку. Она стоила там, я не знаю, 200 рублей, эта книжка. Я очень люблю самопомощь для себя. И я купила эту книжку, начала делать. Сначала были сопли, слюни очень много, потому что я обнаружила, что я не могу смотреть на себя в зеркало с любовью. Просто. То есть просто посмотреться мельком, это да. Ну, вроде все нормально, там не порвано нигде, не грязное, на голове не хаос. Все, и пошла. А вот когда смотреть глаза в глаза себе и признаваться в любви, говорить о том, что я себя люблю, о том, что я дорога себе, комплименты делать каждое утро, проходить мимо зеркала. Получается, что на твой взгляд нужна и психологическая работа над собой. Вопрос не очень. Смотри, кто-то говорит о том, что нужно научиться принимать и любить себя. Вот такой, какая ты есть. А если ты хочешь похудеть, то это говорит о том, что ты себя не любишь и не принимаешь. Поэтому иди и разбирайся вот с этим. Кто-то говорит о том, что все это ваше принятие чушь полная, потому что нужно идти в тренажерный зал к диетологу, к эндокринологу и, соответственно, работать над картинкой, изменять себя внешне. Вот правильно ли я поняла, что ты и за один подход, и за другой подход? Или все-таки какое-то в твоем представлении перевешивает, например, принять себя гораздо важнее, чем просто сидеть на диете? Я сейчас вообще против диет, против похудения, для кого-то, для чего-то. Как раньше там, похудеем к лету, к Новому году и так далее. Я через все это прошла и сейчас пришла к мысли, что как только ты начинаешь себя принимать в любом весе, вес начинает сам уходить. Потому что принятие для меня это равно любовь к себе. ты смотришь с любовью на свое отражение, на свои фотографии, которые получаются, на то, что мужчины начинают там след оборачиваться, да, и оценивают себя как-то. Я не забудусь позитив. Почему? Потому что считаю, что это нежелание человека встречаться со своей проблемой. Потому что лишний вес, ну, для себя я считала его проблемой лишний вес. То есть он принес с собой для меня очень много негативного. И когда я села наконец-то и подумала о том, для чего мне лишний вес, почему я толстей, почему я не худею, он как-то сам начал идти вниз потихонечку. Когда мне говорят, что вес сам уходит, я в это не верю. Потому что вес уходит, когда ты ешь меньше, чем потребляешь энергии в течение дня. И просто из-за любви к себе, из-за принятия своего тела это не происходит. То есть ты не считаешь калории, ты не следишь за тем, что ты ешь в течение дня, ты не пытаешься себя как-то ограничить в сравнении с тем, что было раньше. Нет, это все происходит. Конечно, это не как по волшебству, от пилюльки, которую всегда все ищут. Я это сказала в том плане, что когда я начала к себе относиться с принятием, то есть я не фотографировалась очень много лет. Поэтому фотографии, где я 126,5 килограмм, у меня, ну, может быть, одна за все эти годы есть. Я не могла смотреть на себя в зеркало. Я не покупала себе одежду практически. То есть ходила, что было. Все, я поняла. То есть это не про принятие, а про осознание себя. Вот я вот такая, про встречу с собой, лицом к лицу, про принятие того факта, что вот он мой образ. Да, вот про это, наверное, речь. И это позволяет тебе как бы не убегать от себя, потому что ты до этого описывала стратегию избегания, да, подальше от партнера, с ним не целоваться, не обниматься. И здесь как будто бы тоже стратегия избегания. Я не фотографируюсь, я там посмотрела в зеркало и пошла дальше, объемная одежда. А тут ты как бы замечаешь и внимание на тебе, каких-то мужчин, какие-то взгляды. И на себя смотришь длительное время в зеркало, да, оцениваешь себя. И происходит как будто бы коннект обратно, как будто бы ты воссоединяешься внутри себя. И после этого ты начинаешь работу над собой. Правильно я тебя поняла или нет? Да, да, да. Как только вот этот момент произошел, что я начала воспринимать себя в том весе, в котором я была, стали попадаться очень много рекомендаций о правильном питании, о спорте, о каких-то механизмах, которые происходят в организме человека, как они должны, точнее, происходить у здорового человека. И все это капало-капало, капало-капало, и в конце концов привело к тому, что я с утра встала, я смотрю на себя в зеркало, начала заниматься гимнастикой, и я себе говорю, глядя свое отражение, что через год твой объем будет ровно в два раза меньше. Вот. И сейчас, когда я занимаюсь опять недалеко прямо от этого зеркала, ну, я прям радуюсь, что вспоминая себя прошлогоднюю... Сколько ты сбросила? Сейчас 38 килограмм я сбросила. Цель у меня дальше идет, то есть до 50 килограмм, потому что в 50 килограмм мне было очень комфортно. У меня ничего не болело, с сексом все было отлично, было очень много внимания от мужчин, и, ну, наверное, психологически просто я в тот вес хочу вернуться для того, чтобы прожить ту запланированную жизнь, которую я хочу прожить. Это знакомо людям, которые были и в одном, и в другом весе, которые изначально по жизни идут с высоким весом, незнакома эта разница. Для того, чтобы понимать, в чем она. Поэтому, если возвращаться к вопросу по принятию и для чего худеть, конечно, картинка в зеркале, это хорошо, но, мне кажется, мотивировать должна не она. Все начинается с принятия, и потом уже идет из любви к себе, восстановление своего здоровья, приходишь к красивой картинке. У меня такое понимание того, как это должно происходить. Я не люблю философию бодипозитива, и это соответствует и современным тенденциям, потому что мы уходим в боди-нейтральность. Возможно, вы об этом слышали что-нибудь, потому что, когда мы говорим «любовь к себе», «полюби себя», «полюби свое тело», «ну я не могу полюбить какую-то часть своего тела, или мне что-то не нравится, я не могу, например, это изменить». «С чего вдруг я именно должна это любить?» Ну, то есть, как будто бы человека заставляют полюбить всего себя, а что, если он не может это сделать? Если он не может этого сделать, то начинаются разговоры о том, что он какой-то не такой, что он сделал что-то неправильно, что он должен принимать себя полностью. Ну, а я, например, не хочу что-то в себе принимать, я хочу это изменить. И как будто бы навязывается идея того, что, ах, если ты хочешь что-то изменить, то как бы у тебя какие-то проблемы, иди-ка ты к психологу, поработай с этим. То есть, произошел немножко перекос, и боди-нейтральность пришла на смену боди-позитиву с другой идеей, что вы можете что-то в себе не любить, и это нормально. К телу можно относиться нейтрально, потому что само понятие боди-позитив, оно как бы заставляет вас его оценивать, то есть давать оценку своему телу. А нейтральность говорит о том, что тело это, по сути, ваш ресурс, ваша сила, ваша энергия, жизнеспособность ваша, и вы не обязаны его любить для того, чтобы жить. Когда вы относитесь нейтрально, вы не оцениваете каждую мелочь и не задаетесь вопросом, а я позитивно к этому отношусь или негативно? А почему я не отношусь к этому позитивно? И начинается какой-то такой перекос и фанатизм, который мы, в принципе, видим в интернете. И боди-нейтральность это то, что я в том числе использую активно в работе, когда объясняю женщинам, что ваш вес может быть любым, но это не значит, что в таком весе вы не можете получать удовольствие, или если вы что-то в себе не приняли, то значит, с вами что-то не так, и удовольствия не будет. То есть представьте, что тело это источник удовольствия. Какая вам разница, как оно выглядит, если вы можете просто закрыть глаза и кайфовать? И вот когда я привожу такой пример, женщины начинают понимать, что да, точно, я во время секса себя постоянно оцениваю внешне. И бодипозитив в том числе этому способствует, к сожалению, хотя, конечно, те, кто за него, они сейчас со мной не согласятся, скажут, что это не так, что наоборот, вот такой позитивный взгляд он освобождает. Но нет, он не освобождает, потому что это все равно оценка. А нейтральность это нейтральность и фокус внимания на другом, на ощущениях, на жизни, на ее качестве, на здоровье. Да? То есть это про другое, не только про картинку в зеркале. Но давайте мы поговорим подробнее о том, что больше всего интересовало людей. Секс, как он происходит, какие это позы. Давай начнем, Виолетта, с тебя. То есть есть ли какие-то любимые позы, позы, которые вы не используете вообще? Я вот с утра тоже зашла в комментарии, видела, мы с молодым человеком читали еще, пока я дома была. И мы немножко вместе посмеялись, потому что очень славный вопрос в памяти. Да, кстати, дорогие зрители, вы вопросы сами формировали у меня в Телеграм-канале. Если хотите к следующим выпускам также присылать свои вопросы, то ссылка на Телеграм-канал есть у меня в описании к видео. В целом, скажу так, что, не знаю, с позами никогда проблем не было. Может быть, это связано с гибкостью какой-то врожденной, я не знаю, потому что, ну, в любом случае, любая поза, я, ну, понятное дело, в мостике и стройной девушке невыносливой физически будет тяжело. Вот. А обычные, стандартные позы, они все могут быть использованы в сексе людей с большим весом. Сверху вы используете? Да, конечно. Мужчина сзади вы используете? Да. Поза на боку? Тоже была. Скажи, пожалуйста, вот сто процентов будет такой вопрос, и, возможно, ты тоже его видела в комментариях, но получается, тогда такие женщины выбирают партнеров с членом побольше, ну, потому что мужчина же упирается там в ягодицы, в бедра, как он проникает вообще? Так ли это? На самом деле нет, ну, просто эту же позу можно прогнуться где-то, поменять, как-то поставить. Ну, то есть, нет такого, что это вот лишний вес будет препятствовать и мешать. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, что также в позе сзади можно просто прогнуть спину так, что вот это расстояние между ягодицей и уже входом во влагалище будет не таким большим, чтобы там необходимо было иметь размер, как у героев нашего предыдущего выпуска. Я говорю, что, наверное, я предполагаю, что размер тоже не столько важен, потому что с любым размером можно найти позу. А если он будет вот такой? Ну, я вот... Ты с таким не сталкивалась? Я не знаю, как сказать, но мне кажется, любой размер можно под себя подстроить, так же, как и любой вес можно подстроить, было бы желание, потому что у меня никогда не было такого, что с кем-то у меня что-то не получилось. Подстроишь? Думаю, да. возбуждение, оргазм, все присутствует? На самом деле тоже всегда слышала о том, что на либидо влияет лишний вес, но на самом деле никогда с этим, наверное, не сталкивалась. Для меня это немножечко незнакомая территория. Сколько секса ты хочешь? Много. На самом деле у нас с молодым человеком есть такая фраза, которую мы постоянно повторяем, не зная, что должно произойти, чтобы я отказалась от секса. А ты измеряла свою половую конституцию? Я не помню, честно, не буду придумывать. В каком возрасте у тебя начались менструации? В 11. В каком возрасте ты почувствовала, что хочешь секса? Это вопрос гораздо сложнее, потому что не помню, в каком возрасте я прям поняла, что хочу его. Я знаю, в какой возрасте у меня он начался, а в каком возрасте я поняла, что хочу его, не знаю. А характера волосения у тебя больше по мужскому типу, густые? Скорее, да. Скорее, да? А волос, прости за интимный вопрос, просто чтобы понять половую конституцию, волос ближе к мужскому типу с дорожкой к пупку, ромбиком в области лобка или больше треугольником по женскому типу? Я не знаю, я не могу понять сейчас просто. Ну, у мужчин, знаешь, мужчин волосы растут так на лобке, вот треугольник, а потом еще вверх к пупку дорожка из волос. У тебя просто треугольник, есть дорожка к пупку? Тогда по мужскому типу. По мужскому типу, да, то есть у тебя получается либо средняя ближе к сильной, либо сильная половая конституция, соответственно, ты можешь хотеть секса каждый день, и получается, что вес тебе не мешает в этом. Нет. А возбуждение, смазка есть? Да, притом часто партнеры, с которыми мы была, говорили, что не сталкивались с тем, что у меня так много было. Угу. А ты быстро возбуждаешься? Да, достаточно быстро. Никогда не испытывала проблем с возбуждением или с достижением оргазма, в том числе. А оргазм бывает просто без дополнительной стимуляции, там, клитора, других эрогенных зон? Редко, но он бывает, да. А мастурбация у тебя присутствует? На самом деле, с нынешним молодым человеком почти нет. Нет необходимости? Потому что мне хватает, да. Я поняла. Достаточно. А так, когда, допустим, не было постоянного партнера, конечно, да. Угу. Но бывает такое, что действительно вы хотите какую-то позу попробовать или что-то во время секса попробовать, новое место, например, и у вас не получается из-за веса? Такого никогда не было в моей жизни. Ни с нынешним партнером, ни с кем-либо другим. Ксения, расскажи, пожалуйста, вот я задала вопросы, наверняка... Да, на самом деле, про члены хочу добавить. Самая главная тема. Последний мой мужчина, у него был не прям чтобы большой член, скажем так. Ну, давай показывай. Ну, вот, наверное, вот так, может быть, побольше. И, в принципе, это был самый лучший секс в моей жизни. Я почему так хочу сказать, потому что какие-то, ну, более, видимо, высокие были какие-то чувства, отношения, так скажем, что ли, и как-то он по-другому мог подготовить меня к сексу, чтобы, ну, уже вот эта разница была незаметна. То есть опять мы разрушаем этот миф про необходимость большого размера. На самом деле, я вот поняла, что эмоциональная близость очень тоже важна, потому что от этого тоже зависит качество секса, потому что только с нынешним молодым человеком смогла раскрепоститься настолько сильно, настолько, что, типа, вот, раньше в голове всегда какие-то мысли были во время секса, вообще конвейер мыслей. С нынешним молодым человеком у меня нет такой проблемы. Я просто растворяюсь в процессе. Поэтому я думаю, что тут играет роль еще то, как взаимоотношения внутри пары складываются тоже. Да, однозначно. Позы? Позы, которые ты перечислила, это все легко достигается удовлетворение в этих позах. Единственное, что по ограничениям, я не знаю, сейчас сидела так и думала, были какие-то... У нас нет, но если, допустим, предположить, что на подоконнике, ну, к примеру, наверное, какая-то будет неловкость и, возможно, не получится. Но во всем остальном как-то пока не сталкивалась с таким. По половой конституции, наверное, тоже по мужскому типу больше. Ну, поэтому, да, поэтому секса хочется часто, но не меньше, чем два-три раза в неделю. Но, опять же, смотря, какая еще ситуация вокруг тебя, то есть если ты, допустим, там много работы, там устаешь, конечно, ты чуть меньше хочешь, чем... Чем могла бы, если бы не уставала. Да-да-да, все мы это знаем. Хорошо. А есть ли одышка во время секса? Нет. Но в максимальном весе, да, сейчас нет. Вообще не сталкивалась. Да? Да. Потому что ты видела наверняка, это был просто топ вопрос, одышка, одышка. Есть ли одыши смотришь? В телеграм-канале у меня в комментариях. Я тоже просто, когда прочитала эти вопросы, я удивилась. Ну, грубо говоря, вот если смотреть кино для взрослых, вот грубо говоря, все то же самое, вот по дыханию то же самое. Нет такого, что оно какое-то другое. Ну, это потому, что вы лежите и получаете удовольствие, или потому, что... В любом, типа, случае, оно... Понятно, что оно сбивчивое, но не одышка. То есть нет такого, подожди, мне надо отдышаться. Я сейчас минуточку и потом продолжим. Нет, ну такого у меня тоже не было. Не было? Нет, ну, девочки, ну мы иногда просто лежим и получаем удовольствие, да? Или там встали в какую-то позу и никаких особых активных действий не предпринимаем. То есть, ну, объективно, это может быть у женщины, наверное, такая самая активная поза сверху. И когда ты очень интенсивно двигаешься, например, стоя прям на... на ногах, да, на ступни, когда встаешь и двигаешься, тогда да. Потому что на коленках, в принципе, тоже не так сложно. И еще можно помогать себе руками. Короче, одышки у вас не бывает, даже когда вы активны. Или вы особо не активничаете во время секса? Даже во время активного секса не было вот такого, что там я бегу, грубо говоря, кросс-марафон, такой одышки не было. Я тоже так. Поза сверху, когда женщина сверху, вы ее используете? Ну, использую, но не прям, чтобы она мне нравилась, так скажем. Но сейчас приведу плохой пример. Наши передачи уже будут смотреть. Одноразовый у меня был секс, там была поза сверху, потому что... Ну, я знала, что мы с ним больше не встретимся. И вообще было абсолютно плевать, как ты выглядишь. Чем он запомнился? Тем, что моя нелюбимая поза, и при этом как бы так легко все прошло, и при этом еще такой был яркий оргазм. Вот это прям сильно запомнился, такой секс. Тебе было все равно, потому что это одноразовый партнер, а с другими ты все-таки переживаешь? Ну, я такая думаю, что там вот может быть там... Ну, не прям, что сильное как-то переживаю, но какая-то иногда мысль там закрадывается, да. А бывает такое, что ты отказываешься от этой позы из-за этого? Нет. То есть ты все равно ее используешь, просто у тебя иногда есть дискомфорт? Угу. Да. Но это сугубо психологический дискомфорт? Да, да. Садитесь ли вы мужчинам на лицо? Нет. Тоже нет. Угу. Никто не просил еще. Виолетта, скажи, пожалуйста, позу сверху, когда именно ты сверху, вы используете? С настоящим молодым человеком нет. Не знаю, как-то не было такого случая. Я не знаю, как это объяснить, потому что у нас другие позы, которые нам как будто бы больше нравятся. Вот. Странная фраза, конечно, прозвучала как будто... Почему? А какие позы вам больше нравятся? Поза сзади, когда мужчина находится, мне нам обоим очень нравится. Угу. Когда мужчина сверху. Угу. Либо там на боку там, или задрав ногу. Что-то вот в таком формате мне больше комфортно. Угу. То есть у меня гибкость позволяет, поэтому... Но у меня была в жизни поза сверху с другим молодым человеком. Несколько раз встречались. Все нормально, все хорошо было. На самом деле я даже не ожидала, что мне понравится. Потому что мне казалось, что на самом деле ввиду лишнего веса тоже казалось, что это будет не настолько комфортно. Но получилось все просто прекрасно. А у вас были партнеры с лишним весом? Ну, вообще очень странная ситуация, на самом деле. Мой нынешний молодой человек и предпроведущий партнер, который был перед ним, тоже когда-то были с лишним весом. Угу. Но когда мы уже познакомились, что предпроведущий молодой человек, что нынешний молодой человек, они уже находились в нормальном весе. Ну, он плотного телосложения, но он не толстый вообще. А как ты вообще к таким мужчинам относишься? Они тебя привлекают? Если бы у тебя был партнер, вот примерно в соотношении, с таким же весом, как у тебя? У меня, знаете, как происходит, это больше на каком-то эмоциональном, что ли, в плане выходит вперед. То есть не на внешность, в первую очередь, внимание обращается. Но у меня, по-моему, у меня был партнер, который больше, чем они по весу. Вот, один. Но все у нас хорошо тоже было. Не было проблемы. И с сексом тоже не было проблем? Не было с ним проблем, с сексом тоже. Просто иногда, знаете, говорят, что если у двоих есть излишний вес, то значит секса там вообще нету. Ну, потому что это как бы невозможно. Там другая немножко загвоздка была в том, что он достаточно быстро перевозбуждался. Вот. Мне не хватало длительности с ним. Это правда. А так не было никаких проблем. А у него какой вес был примерно? 120, я думаю, было, да. Скоро знаю, что похудело. При этом ваш секс никак не отличался от того секса, который есть сейчас? Ну, по длительности. Вот с тем молодым человеком, у которого вес был больше, по длительности мне не хватало с ним. Но он мне говорил, что с другими девушками такого не бывает. Вот. Склонна верить, потому что ни разу он меня не обманывал. Мы просто дружим до сих пор. И дружили до этого. Поэтому думаю, что он говорил правду, конечно. Ксения, как ты относишься к мужчинам? Никогда не думала об этом. Но у меня таких не было партнеров. А если сейчас подумаешь об этом? Так, если сейчас подумаю, в первую очередь это, да, эмоциональная близость. Но в сексе надо пробовать. Не попробуешь, не узнаешь. Да. Думали ли вы когда-нибудь о том, что если вы снизите вес, то ваш секс станет каким-то другим? Более разнообразным? Более интересным? Необычным? Или не возникало таких мыслей? Мне кажется, любой полный девушек, которая априори всегда была полной, возникают такие мысли. В любом случае есть какие-то места или там еще что-то, что недоступно, допустим, полному человеку. Потому что стройные люди могут это сделать более незаметно и быстро. А вот у полного человека такой возможности может не быть. Я, кстати, сейчас почему-то подумала про секс в машине, например. Ну нет, с этим не было проблем. Это хорошее замечание. А что тогда за места? Ну, примерочное, например. Ксения? Я тоже, честно говоря, об этом не думала. Опять я не думала, да? Подумай сейчас. Я сейчас почему-то задумалась, а вдруг я похудею, у меня снизится либидо, потому что сейчас же это все-таки на гормонах, а оно определенно снизится. Но в плане поз, наверное, действительно будут какие-то позы, которые сейчас менее доступны. Я почему-то про узкие места подумала, где-нибудь там в тамбуре поезда или в купе. Ну, как часто вы занимаетесь сексом в тамбуре поезда, вопрос, да? Да, это не часто, но, возможно, такая возможность. Такой случай представится, возможно. Ну, можно выкупить СВ, знаете. Если так уж хочется секса в поезде. Получается только единственное, что какие-то действительно узкие места, то есть, может быть, душевая кабина, там, ну, прям совсем узкая. Вот какие-то связанные именно с ограничениями пространства. Ну, и на лицо не сесть. И на лицо не сесть, да. Хорошо. А давайте поговорим о том, что помогает вам расслабиться во время секса. И вообще паритесь ли вы за то, как вы выглядите, что подумает партнер? Что вы с этим делаете? Потому что очень много было комментариев на эту тему. Как бы тут вес 60 килограмм, и ты думаешь, блин, может быть, он посмотрит на мою складку, а может быть, ему это не понравится, то не понравится. Вот что бы вы таким женщинам порекомендовали из своего опыта? Выбирать партнера правильного. Но я могу сказать по себе, то есть меня, что заставляет, короче говоря, забывать обо всем, это реакция твоего партнера на тебя. То есть когда ты там только прикоснулся, а там уже все стоит, ну, блин, слов не надо, как бы. И там, допустим, как он смотрит, как ты там ходишь по комнате, смотрит, глаз отвести не может, ну, классно же. То есть ты понимаешь, что он испытывает влечение, и это позволяет не париться? Вообще, абсолютно даже, ну, не думать про какие-то моменты, которые, там, о, там, не знаю, ноги не побрила сегодня, не ожидала, да, там в гости, ну, грубо говоря. Да, когда выходишь замуж, понимаешь, что небритые ноги, это вообще, это не стоп-слово, как говорится, да, это не барьер для секса. Вот, и ты, то есть ты понимаешь, что их даже никто не заметит, там, какие ноги, господи. Да-да-да. Ну, вот у меня вот такое ощущение. Когда мужчина тебя раздевает, он вряд ли во время процесса увидит твою складку и скажет, фу, блин, нет, что-то не буду. Ну, на самом-то деле, если мужчина тебя уже разделал, он не смотрит на то, вот что у тебя там, складка, пятно, не знаю, там, волос где-то не там. Давайте спросим мужчин. Мужчины, дорогие, напишите, пожалуйста, вот вы женщину раздели, и сталкивались ли вы с тем, что вдруг вы обнаруживали для себя что-то неприемлемое, неприятное, неочевидное для вас, и что вы делали в такой ситуации? Потому что мы, конечно, женщины можем думать как угодно, они нам могут просто не рассказывать об этом, да? Но действительно, когда существует определенное принятие, определенная любовь, влечение двух партнеров, то ты на какие-то мелочи не обращаешь внимания, и в том числе, как я говорила, когда ты видишь человека снаружи определенного целосложения, но ты не ждешь, что он с себя снимет 30 килограмм и окажется вдруг совсем другим. То есть ты понимаешь, что тебя ждет даже без одежды. Тогда рекомендация искать партнера, с которым будет такое состояние? В зависимости от того, какая цель вообще. Ну, если цель расслабиться во время секса и не париться о своем внешнем виде. Ну, я думаю, такое возможности с партнером независимо от того, в отношениях ты с ним или нет. Независимо от доверия. Потому что если ты с человеком уже что-то начинаешь, и процесс подходит к сексу, ну, очевидно, что он уже вряд ли посмотрит и скажет, что типа мне что-то не понравится. У меня и в обратную сторону не было такой ситуации, чтобы мужчина разделся и такая, да блин, что-то не то, давай не будем. Нет, у вас вообще бывает такое, что вы во время секса думаете, блин, я как-то вот не так выгляжу, он сейчас посмотрит на мою грудь, на мою складку, на мой целлюлит, там еще на что-то. Или у вас не бывает такого? В текущих отношениях не бывает. А раньше было? Раньше было. И вот что помогало? Нет такого, что мне что-то помогало, потому что раньше в процессе у меня мысли могли вот как конвейер идти и вот, ну, вообще абсолютно не остановить. В текущих взаимоотношениях просто в совокупности все сыграло роль. От взаимоотношений каких-то личностей до каких-то коммуникаций, прикосновений, каких-то слов, вот все-все в совокупности сыграло роль, что я больше, наверное, раскрылась. Потому что сейчас я прям во время секса не думаю там о том, что там, когда там. Я здесь и сейчас нахожусь. Просто ты с партнером, с которым все хорошо в отношениях, расслабилась. Получается так, да? Да, но я уверена, что такое возможно не только в отношениях. Просто в отношениях это ощущается еще по-другому, потому что это близость с человеком. Она духовная, она тоже играет свою роль. Ксения, что бы ты порекомендовала женщинам, которые заморачиваются во время секса, о том, как они выглядят? Не заморачиваться. Супер, спасибо. Хорошо. Я хочу вернуться к Наташе. Для того, чтобы поговорить о сексе после снижения веса, как он изменился, как изменились ваши отношения в целом? Секс стал разнообразным. Количество его увеличилось. Вот это не раз в три месяца, но раз в две недели, в три. То есть для меня это уже прогресс огромный, что появилось желание, у меня повысилась либидо, когда происходят какие-то гормональные скачки во время овуляции, во время предминструальной, когда синдром у меня тоже возникает желание. И после, когда прекрасное время для зачатия, почему-то мой организм решил, что нужно позаниматься сексом. Разнообразились позы. То есть если раньше это было поза на спине, я лежу, отдыхаю. Иногда поза сверху, то есть когда мне хотелось получить оргазм, я его получаю в позе сверху. Это было очень редко, еще реже, чем секс, раз в три месяца. Поза сбоку не получалась, когда у меня был больший вес. Поза сзади, так называемый доги-стайл. У мужа все было нормально, у меня были трудности, потому что болели колени, болели запястья, то есть чисто физически. Вот насчет поз и полового члена большого размера для полных женщин, от того, что вес увеличивается, не изменяется длина влагалища. То есть оно вмещает в себя тот член, который ему подходит. Нет, тут дело не в длине влагалища, а в промежутке для попадания во влагалище. Когда у меня был больше вес, то есть как мы решали с мужем эту проблему? Можно раздвинуть складки аккуратно, то есть раздвинуть ягодицы. И проникновение точно так же прекрасно осуществляется, и этому ничего уже не препятствует. То есть опять же зависит все от, наверное, умения общаться с партнером. То есть сказать ему, что мне, например, неудобно, мне не хватает, ты не вошел, не попал, и так далее. И дальше уже от его действий зависит, то есть хочет ли он доставить мне удовольствие или нет. Получается, что эти позы вернулись в вашу жизнь, боль ушла, да, или еще остается? Где-то есть немножко, но я работаю над этим, то есть занимаюсь растяжкой, занимаюсь гимнастикой каждый день. Единственное, с моим ростом есть ограничения, поскольку у меня не очень длинные ноги, то есть, допустим, если у нас с супругом прям возникает моментальное желание, дети где-то дома, по комнатам, мы идем в ванную, запираемся, включаем воду, и мне не хватает длины ног, то есть, если он в позиции сзади, мы стоя, иногда мы даже использовали табуреточку. Детскую? Да, детскую табуреточку, она удерживала мой значительный вес. Поза сбоку появилась, опять же, да, понятно, уменьшился объем, и мы опять ее попробовали, то есть, все получилось, но просто во время секса мы меняем обычно позу, у нас нет такого, что мы всегда в одной позе лежим, бывает, что мне хочется только расслабления, я об этом говорю мужу, и тогда, да, у нас все происходит в позе, я на спине, он сверху, вот, таким образом, а так, если прямо очень большое возбуждение возникло, мы меняем несколько поз за половой акт, то есть, и, наверное, ограничений сейчас я уже не вижу в этом. Мне в последнее время захотелось больше пробовать, то есть, я начала прислушиваться к себе, поняла, что тема секса не запретна, и можно общаться со своим партнером на эту тему, можно вообще-то какие-то, может быть, недовольства высказывать и нормально на них адекватно реагировать, мы стали думать, как бы нам еще бы что-то привнести в свою сексуальную жизнь, то есть, я говорю, если раньше для меня это была просто отработка супружеского долга, и мне это не нравилось, в принципе, то сейчас я поняла, что можно вообще-то заняться и в том числе сексуальной тематикой нашей жизни, разнообразие, что еще попробовать, а в каких позах еще можно оргазм получить, а какие способы использовать еще дополнительно для стимуляции клитора, чтобы получить оргазм, ну, потому что я поняла, что вот у нас уменьшили животы, появилось трение, если раньше это все время трение живота о живот, вот, то сейчас мне нравится, когда трутся лобки друг от друга, когда мы прикасаемся друг к другу, да, и чувствуем прямо вес партнера, вес друг друга, мне нравится, когда я чувствую мужа, вес мужа на себе, ему нравится, что все, не надо где-то там что-то искать, то есть, все можно погладить, пощупать, грудь и так далее, вот, что не надо раздвигать там ничего дополнительно, то есть, он тоже видит в этом плюсы, конечно, он пытается это завуалировать под тем, что он рад, что я для здоровья сбрасываю вес, вот, ну, понятно, что в плане секса ему тоже стало больше, но все равно ему хочется, чтобы наш уровень секса вернулся на предыдущий, когда я была стройной, он постройнел очень хорошо тоже, вот, и либидо у него повысилось, стало выше, и, то есть, он хочет, чтобы вот все у нас наладилось в плане секса, поэтому мы к этому стремимся. Такой вопрос у меня к вам. Чувствуете ли вы себя сексуальными? Ксения? Да. Наташа? Ну, сейчас в своем весе я чувствую себя сексуальной, да, вот вчера я буквально была в магазине, примеряла наряды, увидела в это большующее зеркало свою попу, и думаю, офигеть, как классно, похудела, и такая, и все видно. Ну и что, что там пара складочек на спине? На самом деле, это никому не интересно, эти складочки, но то, что я стала довольна своей фигурой, и стала себя, да, лучше ощущать, класснее, сексуальнее, то есть, я это прям чувствую сейчас. Виолита? Да, в том числе, благодаря нынешнему молодому человеку стало больше чувствовать себя сексуально, вот так скажу, еще больше. Спасибо вам большое за то, что вы поделились так честно, так откровенно своим опытом, своим взглядом, не всегда одинаковым, кстати говоря, что прекрасно. Дорогие зрители, если у вас остались вопросы, вы можете задать, их в комментариях. Мы наверняка продолжим обсуждать эту тему также в Telegram-канале, ссылка на него будет в описании к этому видео. С вами было образовательное шоу «Нетайное». До новых встреч!